Бревно весом 140 килограммов это только разминка на этих соревнованиях по силовому экстриму. Во Владивостоке в очередной раз спортсмены выявляли сильнейшего человека на Дальнем Востоке. В турнире за такое почетное звание боролись 10 участников из самых разных уголков региона. Из Хабаровского края трое участников, из Приморья пятеро нас, один человек с Камчатки, один с Якутии, также были люди с Благовещенска, Сахалина и Еврейской обстановной области, но они, к сожалению, не прошли минимум, не прошли квалификацию. Поднятие бревна, становая тяга, переброс бетонных шаров. Силачам предстояло за два дня испытать свое тело несколькими сотнями килограммов. Что-то давалось легко, а что-то едва ли не травмировало спортсменов. Александр, кстати, действовал на грани своих возможностей, в связи с чем, скорее всего, и попал сходу в лидеры турнира. Участник и одновременно организатор соревнований отдувался за весь Владивосток. Это не отдуваться называется, это называется большая честь представлять Владивосток. Ну, тяжеловато, но я вам честно признаюсь, на этих соревнованиях не должно быть легко. Если будет легко, это уже не силовой экстрим. Нагрузки и должны быть на грани просто человеческих возможностей. Кстати, чтобы удостовериться в том, что веса действительно неподъемные, ведущие турнира пригласили к снарядам и обычных зрителей. Им дали попробовать облегченные версии бревна и штанги, но легче они были всего на пару десятков килограммов. На удивление жюри, самые, казалось бы, обычные жители Владивостока с задачей справились. Как зрители, так и сами спортсмены соревнованиями остались довольны. Для участников, которые, между прочим, представляют силовой экстрим у себя в городе, этот турнир и вовсе помог вновь напомнить обычным людям о таком тяжелом виде спорта, где каждый силач может точно узнать, на что он способен. Мне больше получается, я думаю, что, я так думал, бревно, но сегодня немножко не получилось. Покрышка, тяговые упражнения, но и мне нравятся камни. Камнях у меня не так много опыта, но поднимать камни мне понравилось. Чтобы быть сильным, это заниматься либо тяжелой атлетикой, либо пауэрлифтингом. Не особо поднимать именно эти снаряды. Ну, то есть наращивать силу, а это уже как показательное выступление, показывать свою силу. В итоге, как ни старались приезжие спортсмены показать всю свою силу, обогнать по очкам Владивостокского атлета им не удалось. Александр Мирошниченко второй раз подряд завоевал звание сильнейшего человека на Дальнем Востоке. Второе место турнира ушло Александру Басенко, а замкнул тройку лидеров Евгений Иванов из Якутска. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.